всем большой привет 24 сентября 2013 года андрей кушнирюк значит не такая нужда появилась вот не мог найти зеленого колеса для для шлифовального станка но у меня было вот такое да как раз подходит зеленая для шлифовки графита я думаю пойдет хорошо это карборундум или силиконовый карбайт называется вот этот материал это не алюминум оксайд не оксида алюминия другу другой порошок для в общем колесо очень выносливо все такое но я не знаю я ни разу такого такой работы не делал но попробовал просверлить на очень низких оборотах вроде бы получается если в общем гранулы этого зерна по моему просто ломается под натиском сверла но может надо его уже подточить ну потихоньку она как-то ломается и высыпается оттуда значит сверло что-то быстро у нас садится я решил кромки закалить на твч в водой без без отпуска вот значит под закалил кромки сверла не знаю как она будет поэтому наш такую лучше или нет вот в общем наш стол сварочный там люди плакали что его не хватит на месяц зальется весь брызгами но поскольку мы электродами здесь не варим все смотрится до сих пор миленько струбцины там висят снизу вон они эти прижимы вот так смотрится столик наковальня но тиски тут инструмент всякий но здесь наш сварочный бензорез аргоновый баллон большой сварочный пойдем пост попробуем еще посверлить это наждак этот колесо жалко что нету более низких оборотов на этом токарном да сейчас сверлит намного лучше так очень первое отверстие просверлили но мне надо откалибровать его вот этим найдем дюйм с четвертью это было дюйме 1 восьмая по-моему так да вытаскивать его надо по правилам сейчас посмотрим что тут насверлил до дюйме 1 восьмая а это дюйм с четвертью ну не знаю это подкаливать я не буду посмотрим как она попрет так просверлили но сейчас на попробовать его примерить на шлифовальный налезет она в общем я как я говорил что я хочу пошлифовать графит да вот здесь вот извиняюсь плохо в подсобке видно но вот вот это две складки графита да здесь где-то по моему 12 или с половиной или 13 килограмм 26 фунтов фунтов посылка была в общем этот графит если его купить в магазине он потянет это на полторы тысячи долларов здесь такие внушительные кусочки есть допустим вот этот где-то 50 на 50 на не знаю насколько 150 вот эти два где-то 50 на на 90 на 150 хорошие кусочки такие но если поменьше и такие пара отверстия с чем этот графит где-то на полторы тысячи на две тысячи долларов потянул бы с магазина да а я купил на аукционе ebay за 45 долларов ну плюс пересылка по моему долларов 20 в общем возьмем вот такую допустим пластинку до кусочек вот такой так ну сколько это где-то 30 30 на 100 на 150 грубо говоря возьмем попробуем пошлифовать ну сначала наш наждак заправим вот наш круг подошел он очень миленько я его хочу заправить сейчас всегда когда я стартую круг почему-то я ему даю маленький разгон рукой так и наверно вас подвину вот сюда да ну и заправляем конечно же круг алмазом кто не знает на шлифовальном и в этом случае мне хочется заправить его грубо потому что графит штука такая мягкая и он засаливает круг то есть чтобы заправить грубо надо двигать алмаз достаточно быстро да я так понимаю но я честно сказать никогда не пробовал вот этим серым наждаком шлифовать графит я может быть делаю не то что нужно но типа эксперимента значит у нас есть такие я уже наверно показывал вот такие пружинчатые параллели да я их сделал сам но их можно купить они видите разрезаны почти пополам и они маленько пружинят да вот так вот значит на одной стороне я сделал такие вроде зубчиков их можно купить с такими зубчиками просто хочу попробовать что этот наждак нам даст что это колесо так вот слишком широкий кусок чтобы прижать обоими параллелями так что я прижму 1 в общем она так работает ее прижимаешь магнитом а потом вот эту пружинку натягиваешь вниз чтобы она прищелкнула и значит кусок графита фиксируется на магните поскольку графит штука не магнит не магнитная пылесос включен походу берет он вот здесь так все ничего не видно да берет он вот здесь с краю конечно частотника нету на этом шлифовальном и желательно его шлифовать в одну сторону чтобы пылесос забирал пыль более эффективно пыль вся летит в кожу но когда пойду назад так далее да смотрите видать нет плохо видать да маленечко отодвину фокус вот я обычно прохожу один раз и потом прохожу в обратную сторону значит это как виталий викторович делает с металлом мне охота сделать это с графиком поскольку графит наш основной основной ресурс мы покупаем корпуса и металл вот видите такой неплохой такой неплохой финиш значит обычно если мы шлифуем одну сторону то есть другую сторону надо пошлифовать значит прижимаем параллель фиксируем но и вторую сторону тоже злое дело уже можно шауровать побыстрее потому что съем маленький ничего я считаю эксперимент удался с этим колесом с настольного наждака этот серый по моему так карбарундум я не буду зарекаться но по моему он так называется а силиконовый карбайт или победит этот силиконовый он зеленый этом это по-моему не то вот вторая сторона в общем заготовочка такая да я их или сразу раз сверлим мы на заготовке значит отверстия штифтовые и резьба или положим так чтобы на будущее мне можно было выкроить отсюда какие-то очень хорошие такие хорошего размера электродики то что хлопотно каждый раз искать нужное колесо нужный круг хлопотно значит его заправлять все это готовить параллельки подшлифовать одну плиточку когда их сейчас нашлифую сразу значит море этих плит ну и все наверное на этом спасибо большое до свидания